это что такое это специальный халат который одевается поверх одежды что у нас там пищевая зона начинается соответственно мы должны быть экипированы экскурсию так все готовы да все пожалуйста начинается члену вот например с кольцами, у кого ногти накрашены, он отправится в сотрудника ногти подвигать, вытирать бак, убирать секунду, раздереки, частей, кузей, то у нас тоже не вышло когда сотрудника смена открыта, он уже представляет стоящее время здесь у нас холодный цех, он сейчас у нас не будет готовить мы готовим запасы, потому что у нас заказов мало, что у нас идет еще, поэтому заказывают, что у нас еще готовят в данный момент у нас эти стандарты не знают эту раскладываются такие вот фиксаны, все это маркируется обязательно здесь у нас есть все стандарты, можете противочитать, можно учитывать маркируется обязательно каждый продукт, ставится дата, время да, абсолютно все стандартизировано все процедуры, вплоть до того даже как мыть руки на кухне, ну соответственно их нужно мыть по стандарту правильно то есть вот так раз в курсе нельзя проездить? нет, нет, это нарушение стандарта а кто контролирует вопрос? менеджер, опытные сотрудники и ключевые звенья проверки уже, у нас есть тайные гости, система тайных покупателей и есть отдельное подразделение в компании Dodo Pizza, Dodo Controlling и они соответственно в том числе по фото определяют вообще правильность приготовления, абсолютно да это централизованно, да? это централизованно, да пищевой поверхности просьба не трогать централизованно что? нет, есть определенная матрица оборудования, по которой мы просто приобретаем его и все ну здесь у нас мойка это уже горячий цех Оль, тесто у нас тесто здесь же у нас хранится в этой пиццерии зреет, да? то есть у нас уникальная технология теста, оно зреет 72 часа вот в таких вот холодильниках Ого! то есть здесь как некая микрокомната здесь должен выдерживаться определенный температурный режим ну и соответственно у нас вот в таких вот плюшечках да, это все хранится на часах? да, и оно зреет, то есть как бы тоже все промахировано вот это дрожжевое, да? дрожжи, но медленные, то есть но 72 часа то есть они уже на этапе приготовления пиццы они уже вызревают полностью и ну соответственно в желудке уже они не работают но это же более дорогостоящая процедура, чем... безусловно, то есть есть технологии, когда значит тесто готово буквально за 30-40 минут и все, нет, мы такое не используем то есть у нас именно если, например, мы ошиблись с тестом и не приготовили его там два дня назад то да, у нас могут быть сто продаж то есть вероятность изжоги минимальная вот, да, это точно, это правда я вот честно не дописал таких деталей ни разу, да, по изжоге ни разу никто не жаловался у нас да, в отличие там от... то у меня сын в других местах питается постоянно изжога ну, да, это дрожжи, это продолжает работать дрожжи вот здесь у нас уже горячий цех ну, вот наши автомобили, можно сказать, да то есть каждая печь стоит там в районе 500-700 тысяч ну, в зависимости... рублей ну, хорошо вот, это еще средний класс есть печи XLT больше миллиона рублей то есть мы на них тоже планируем перейти скоро вот, печи конвейерные то есть, как вы видите, конвейер идет сюда ставится пицца, да, или там закуска и она проходит через конвейер и забираем ее, да, на другой стороне примерно сколько оно там? в районе 4 с половиной минут вот сейчас пока нет, да, утро еще рано? еще утро, да, но мы сейчас организуем, я думаю, что понятно, коробки тоже, кто централизованно, да, поставляется? да, то есть, тут тоже есть... ну, у нас есть матрица просто, какие коробки должны... как они должны выглядеть, с какого картона должны быть сделаны то есть, вы их, ну, здесь заказываете? мы их заказываем, да, централизованно, значит, через нашего единого поставщика вот раньше была возможность заказывать, ну... самим да, самим в Омске, например, мы заказывали дешевле, да? нет, 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 нет то есть там лучше, да? нет, да, 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 реально дает хорошие условия ценовые так, значит, что у нас еще? да это вот CRM, да? да, это CRM, то есть, у нас, как вы видите, планшеты, да, висят на кухне вот, то есть, планшеты, ну, соответственно, давай сделаем заказ ну, например, там, две пиццы, четыре сезона больших, да? или там, четыре сезона и там, весная, например то есть, мы сами, например, можно отформить заказ для гостя? если он подошел, просит отформить, он заказ, то есть... можно через сайт, наверное, даже через сайт? да, через сайт у нас, что, клиенты, что вы, с одного и того, что ли, с веревки заказываете? ну, практически, да, наверное вот у нас камера есть, и у нас вы будете снижать, которые вы даете свои пиццы своей пиццы, да? то есть, у нас сейчас все видят, да? да, да то есть, у нас онлайн камера, она висит вот над линией раскатки теста и начинения пиццы вот, то есть, сейчас здесь, у нас все показывают сотрудники, которые сейчас на смене? здесь, да, немножко не пугайтесь, все в crazy очках, ну, потому что у нас сейчас акция идет crazy пицца, поэтому здесь все в порядке вот в Британии да, да ну, интересно, слушайте какой процент через сайт уже идет? уже в районе 50 процентов 50 на 50, да? ну, вот и все как говорится, вот и все, что было для offline магазинов да вот застатка вот в том, что это все входит ну, логистика да, у нас наши сейчас там у вас GPS трейтеры стоят наверняка, да? пока нет, но систему сейчас дорабатывают в итоге система, да, будет видеть водитель, где они находятся но, чтобы еще более точную логистику рассчитывать а мы сейчас уже по расклещикам так сделали а то есть, они уже GPS трейтинге и мы видим там, что они делают как там структура, система идет у нас по водителям считается время поездки, то есть, они когда уезжают на заказ, их система отправляет когда они приезжают, их система встречает, то есть, они должны отметиться, то есть, у нас даже есть что, пароль за были? а это всегда так бывает? ну, когда я сейчас могу попробовать с телефона ну, давайте тогда с менеджерской давайте так, что не закажите нам а в Рощино тоже у вас, да? в Рощино ездим, да в Рощино возим то есть, оформляется заказ жарковато, да? сейчас ну, печкой работают так и работают Вам тут рискет надо менять? срочно нам обещают поставить, конечно, нет так, вот мы выбрали заказ на самовывод то есть, если на адрес, то есть, здесь вы спрашиваете улица, дом, квартира и ташки, вся информация можно комментарии оставить например, можно написать если вы желаете если оформляем на самовывод, мы ее нажимаем далее мы выбираем 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 компа 1 выбираете ну, цены такие классические как, кстати, у вас ценовая политика? у нас, мы работаем в среднем сегменте в среднем, ну, я говорю, классические такие, да Оль, давайте тогда мясную пиццу 4 сезона и пепперони, например ну, давайте, мы ее реально купим тогда, да раз уже здесь, да и все чтобы мы сразу же посмотрим, как весь процесс выглядит так, кто, что, Люба, где? ты что боишься? а? Артур, большие да, да, большие можно пиццу без теста? а, без теста, ну... ну, попробуем отделить, да? они говорят, тут тесто для покупки все заказывают ты посмотри, какая раз каждая пицца идет вы посмотрите на меня то есть, по-моему, все в порядке нет, Коля, вообще не знаю а почему вы не спросили? да, 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 да никаких проблем каждый день? каждый день, Люба, она ест каждый день, да только каждый день? у нас... у нас... нет, правда, у нас у сотрудников на обеды идет пицца ну, то есть, пицца, закуски то есть, весь ассортимент он, как бы, доступен а сколько там будет? ну, сколько там будет? да, я без разницы заказывайте, нормально все у нас здесь можно написать как раз ту новую а для сдачи? да, для вас все, Оль, поехали так, вот сейчас можем пройти туда вот на... да, пойдемте да так, вот, обратите внимание то есть, пицца сейчас появится то есть, вот появились пиццы на планшете, да да, это вот наши да, соответственно когда пицца появились перед тем, как начинает раскатку вот это планшет линии раскатки соответственно отмечается пицца, которую берется чтобы не перепутать потом и дальше у нас начинает производственная цепочка двигаться ну, вот в ту сторону то есть, там планшет уже на чинение то есть, вот сейчас у нас Наташа наносит соус а кто туда ставит это? она сама тыкает, да? да то есть, у нас Специмейкер отмечает, вот сейчас вы увидите, вот соус нанесен, все, вот отметка пошла, сейчас будет начинение происходить. Вот начинка, да? Да, пошло начинение. А вот это все, это да? Это, да, абсолютно стандарты, атлас сбора пиццы и так далее. Слушайте, как скорость, мотивация на скорость как идет? Скорость у нас, скорость у нас система измеряет, то есть у нас, если мы пиццу приготовили вовремя, что значит вовремя? Это в районе 10-12 минут, ну пицца должна быть готова, ну 12 минут у нас есть контрольный показатель. Если мы уложились в это время, от начала поступления заказа до того, как мы ее упаковали. А вот обратно отчет идет, да? Да, 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 вот у нас идет уже отчет, то есть система говорит, молодцы, успели, да, но можете еще быстрее. И накапливается показатель скорости на смене, то есть, ну сколько пиццу приготовлено вовремя, то есть, например, 92-95%, да, 98%. И, соответственно, если показатель ниже определенного значения, у нас, у сотрудников меняется рейтинг. То есть я об этом, ну, могу там чуть позже рассказать уже. Это не манка, это специальная крупа грубого помола, то есть это как бы тоже мука, но она грубого помола, это не манка. То есть это еще лучше? Ну да, это специально, это мы с Москвы везем, с завода мукомольного, то есть специально, потому что манка, она как бы, она на первом этапе применялась, но сейчас мы от нее отказались. Ну, потому что не самое лучшее решение. Слушайте, а вот, допустим, какой баланс между скоростью и качеством? Как вы его, скажем так, это все равно, ну, любое управление станет. У нас нет метрики делать стопроцентную скорость. То есть у нас есть метрика делать, если скорость 90 и выше, это отличный результат считается. Вот, поэтому, как бы, стараемся в ущерб качеству, ну, как бы, то есть ребят не загонять. Можно вот откатать, чтобы он на практике уже вышел? Что-то? Сколько им нужно откатать, чтобы он на нормативе уже вышел? Ну, у нас за месяц это точно становится все уже, ребята, хорошими пиццами, практически любого, практически любого. То есть месяц это уже, кто-то быстрее, но бывает, бывали случаи, когда чуть медленнее месяцы. Но не обязательно, чтобы человек заканчивал? Не обязательно, не обязательно. То есть мы всему научим, покажем, то есть у нас все, ну, опять же, за счет того, что все стандартизировано. Мне кажется, вот эта вот технологическая цепочка, она со временем у вас вообще автоматизируется, без людей будет, правильно я понимаю? Я думаю, год-два вообще, ну, мне так кажется. Ну, здесь на самом деле тесто это такая субстанция тонкая, вот, что, к сожалению, да, пока эти моменты прорабатываются. Ну, учитывая вот все ваши технологии, это, мне кажется, вопрос года вообще. Ну, посмотрим. В следующий раз, через два года сюда придем. Все равно руки, все равно руки тут имеют значение. То есть, у меня там сейчас дозировано вот так спокойно. Да, то есть у нас дозирование происходит через стаканчики, вот, или через слайсы. То есть, если вот сейчас, сейчас слайсами, да, раскладка, там раскладка у нас все показано на линии. Да, это все атласы, сколько чего положить, да. То есть, вот 34 сезона, вот схема, то есть, сколько там слайсов берется. Слайсы, так как все стандартизированы тоже, ну, соответственно, да. Ну, я думаю, через, там, три месяца работы, там, Наталья уже... Так, Эльдар, пищевую поверхность, просьба не трогать. А, нет, нет, нет. Так, все, сейчас можем перейти, сейчас можем перейти на нарезку, вот туда, то есть, на следующий планшет наш. Пиццы у нас будут... Да. Это сюда тоже интегрировано, да? Нет, здесь это просто настройки, да, печи. Да, пиццы. То есть, оно... Зависит от докруженности, конечно, мяса. И потом сюда, да, пойдет? Да, пиццу достаем, мы срезаем. То есть, мы нарезаем сразу в коробочке. С экраном снимаем, перекладываем в коробку, нарезаем в рамки печами. И потом либо поливаем соусом, либо высыпаем в коробку, если нужно. Потом упаковываем, кладем соус. При упаковке менеджер у нас смотрит, соответствует ли пиццу стандарту и наклеивает контроль качества. Вот. Это или менеджер делает, или, ну, очень опытный сотрудник, ну, кассир-доставь, который хорошо знает рецепты, ну, то есть, может оценить качество, проконтролировать. Если пицца вышла ненадлежащего качества, например, там борта сильно широкие, там еще. То есть, по стандарту менеджер должен дать обратную связь с пиццемейкером и отбраковать пиццу. То есть, вот у нас даже... То есть, теперь какой процент брака? Да небольшой, на самом деле, процент. То есть, на первом этапе, когда мы только открылись, конечно, мы браковали очень хорошо, вот, ну, потому что мы сами учились, да. Сейчас уже персонал обучен, ну, есть понимание. Здесь на планшете, когда заказ готов, соответственно, вот он отмечается. У нас два доссера в коробочку, да, здесь... Слушай, и сколько вот смене людей получается, вот сейчас я вот смотрю, вообще немного. Ну, немного, то есть, в пределах пяти где-то, пяти, семи, ну, в пике, да, ну, восьми в пике человек. Но у нас же расписание тоже формируется с учетом загрузки, вот, то есть, у нас потихоньку потом команда усиливается, усиливается в течение дня, и там в пиковое значение, ну, оно уже максимально достигает, вот, поэтому, чтобы мы здесь метрика, производительность есть, мы на нее ориентируемся, когда расписание составляем, я, ну, покажу на компьютере уже, как это все реализуется, вот. Так, ну, пицца сейчас выходит, значит, да, когда пицца готова, например, она отмечается и готова. После того, как готова, если заказ был в зал, вот на том планшете у нас загорается, то есть, у гостей загорается экраны, что пицца готова, имя высвечивается, да, то есть, что она уже готова, а ребята здесь, соответственно, как здесь появляется у нас иконка, например, нам, заказ, там, седьмое имя, соответственно, у нас кассиры уже, может посмотреть комплектность заказа и выдать в зал уже, ну, то есть, полностью завязано, ну, вне всей нашей бизнес-процессы, вот, в нашу систему, да, вот, поэтому, вкратце, так, кассы у нас тоже работают, соответственно, тоже это облачная наша система, Dodo ES, вот, то есть, просто открывается интернет-экспорер, и в облако заходит кассир в кассу, и там просто работают, ну, в облачной системе, то есть, никакого оффлайн-софта нет, ну, это бы очень большой плюс, вот, то есть, соответственно, можно, ну, при открытии пиццерии мы просто подключили экспо, и все, да, загрузили облако, и все, и вперед, и начинаем работать, вот, это у нас на кухне такая ситуация, я сейчас предлагаю тогда вернуться в зал, да, пиццы готовятся, сейчас они у нас выйдут, то есть, ну, у меня полный, да, как бы здесь практически доступ, то есть, есть администратор разделения, бухгалтер, менеджер офиса, менеджер смены, ну, вот, менеджер смены, это как раз то, что открыто сейчас, вот, на компьютере был Ольгином, значит, менеджер транзакции, ну, это у нас Яндекс.Деньги по интернет-эквариангу, да, ревизор, это чтобы ребята проводили, когда ревизию, соответственно, они могут с планшета, с телефона, ну, как им удобнее, сразу проводить ревизию, тут же отмечать позиции, которые есть, то есть, не нужно бумажку записывать, вот, сотрудник, то есть, это у нас у каждого сотрудника есть личный кабинет, соответственно, когда они к нам устраиваются, они там могут посмотреть, значит, график свой, начисление заработной платы, сколько часов они отработали, дневных, ночных, в режиме онлайн это ведется, то есть, у нас, скажем, рейтинги, да, тоже есть, значит, ну, вот, менеджер офиса, наиболее такой, как бы, у нас бизнесовый, что называется, это роль, это день, это метрика, значит, что у нас день показывает, да, сейчас, вот, у нас сегодня среда, у нас идет обновление систем, у нас по средам каждую неделю до доис, вот эта информационная система, она релизится, то есть, новый релиз выходит, в результате у нас, вот она с утра, как правило, по московскому времени, в результате у нас все подвисает, на минут 5-10, и сразу, видите, вот, например, скорость у нас, да, упала, как бы, ну, потому что не могли отметить, система не дала возможности отметить, вот, но, то есть, что здесь показывается, выручка, да, сейчас, значит, выручка недели назад, например, в это же время, да, 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 то есть, по залу, по ресторану, значит, сколько сотрудников на смене, кто на смене, метрики по курьерам, да, сколько, там, значит, заказов на курьера в час, соответственно, мы тоже смотрим производительность, курьеров также выводим на расписание, исходя из нагрузки, сколько заказов на курьера в час, вот, ну, это Тюмень-1, это вот, это Тюмень-2, да, и Тюмень-2, вот, да, только открылись, то есть, то есть, там, с утра это послабее, да, кто ведет? Тюмень-1, Тюмень-1 просто берет на себя функцию еще ночной доставки, то есть, отсюда доставляется всю ночь по всему городу, вот, а Тюмень-2, она открывается в 9 часов, ну, только вот, вот, то есть, тоже вся, все эти метрики есть, как бы, да, все то же самое, дальше месяц, ну, соответственно, по месяцу сводится информация, на ней не как, а что, тоже в виде, там, метрик, ну, вот, у нас, например, Тюмень-2, ну, мы год назад еще не работали, поэтому у нас здесь вот нулевые, да, показатели, а если там Тюмень-1, например, Бурайк, то есть, вот, у нас был март 2016, например, доставка полтора миллиона, да, ну, за март, а сейчас еще, вот, март не закончился, у нас, ну, два, почти 700, да, по ресторану, ну, тоже, ну, по ресторану мы не сильно здесь, да, прирастаем, то есть, в основном, онлайн только растет на сегодняшний день? Ну, у нас доставка, да, то есть, основное, это, вообще, концепция доставочная, изначально, зал это, как бы, зал это так, да, а март показывается на текущий момент, или? На текущий, именно, или да, так, дать, или да, так, дать, вот, на сейчас, оказывается, 2016 тоже на ту же дату, или это итоговый? Нет, на ту же дату, вот, вот, сегодня у нас, там, 29-е, вот, на 29-е, год назад, 29-го, да, к 29-м, была вот такая выручка, вот, ну, можно также посмотреть, да, там, по дням, например, то есть, здесь тоже вот все по... А вы отчеты эти можете сами крутить, ну, менять, или они в обязанности? Нет, 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 эта система собирает, то есть, мы ничего не... То есть, вот, это отчет по дням, он также показывает выручку, да, там, каждый день, а, значит, ну, прироста выручки нет, потому что у нас здесь, мы год назад не работали, ну, поэтому, не показывает, в заказах, сколько было заказов, то есть, ну, метрика like-for-like, так называемая, да, у нас, соответственно, средний чек, да, по какому... Ну, это... Кстати, как динамика среднего чека за год? Не падает? Не падает, не падает, да? Вот, скорее даже, ну, подрастает, потому что мы... Ну, кардина увеличилась, да? Да, 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 labor cost, ну, затраты на кухню, то есть, тоже они здесь показываются, вот, ну, в автоматическом режиме, как бы, система считает, то есть, у нас labor cost составляет где-то 8-10% ну, от выручки, где-то вот в таком режиме. Это похожески? Так как система у нас сама начисляет, но это имеется в виду без зарплаты, там, администрации, да, и курьеров, то есть, у нас очень большая доля затрат на курьеров, то есть, у нас там... Почасовку плюс 45, значит, вернее, плюс 40 рублей за заказ, ну, за каждую поездку. Это, как, ну, идет некая компенсация ГСМ. Транспортное средство их, да? Да, транспортное средство их. Так, это просто сравнивали систему, например, у Доминоса, ну, это американская сеть, у них свои машины, то есть, ну, свой автопарк, ну, как бы, это отдельная компетенция, ну, я не знаю, зачем все такие риски берут, ну, как бы... А если вы думаете, достаточно пить себе с чего? Ну, на просторах Великой Руси пока это не реализовано, то есть... Пока? Пока, да, пока. По рейтингам между городами по всей стране? Да, по рейтингам я, да, сейчас покажу, то есть, ну, соответственно, вся исчерпывающая, на самом деле, информация здесь есть, по графику тоже, вот как мы график, да, формируем, значит, у нас есть целевые показатели, например, там, ну, некая производительность на человека в час у нас должна быть, ну, вот, например, цель дня 1100, да, должно быть. Это в деньгах, да? Да, значит, ну, вот на сегодня, да, соответственно, график вот показывает, значит, вот красным – это, значит, мы ниже производительность, ну, ниже цели, да, зеленым – это мы в цели, а другим цветом сейчас, ну, вот у нас, естественно, здесь вот на пятнице, на субботе очень это характерно видно. Система пока не учитывает, что у нас работают ребята еще, ну, тесто, да, готовят и так далее, пока это не учитывается, поэтому, вот. Вот, то есть, ну, как бы, показано, да, в основном в зеленой зоне, то есть график, значит, сформирован, так, сейчас мне два тоже покажу. А, ну, вот таким цветом, это значит, у нас есть пики, где производительность выше даже цели, ну, то есть, вот вы видите, в основном, да, зеленая, как бы, то есть, исходя из этого, ну, видите, как лесенкой, да, построенную, как раз исходя из производителя. Если, например, я сюда еще добавлю кого-нибудь, система, ну, станет, например, вот таким цветом, красным, ну, что исчерпывающее, да, уже количество персонала, то есть, поэтому метрику производительность тоже мы с помощью системы мы можем держать. Так, ну, все данные, все данные по персоналу тоже есть, значит, кто он, там, сотрудники, когда там, дни рождения у них, то есть, ну, некая ЦРМ, да, по персоналу, вот, дальше отчеты, отчеты тоже в разных представлениях можно делать, можно делать, прям, labor cost, да, ну, очень подробно, можно делать, там, значит, ну, прибыль-убытки, то есть, если сюда они заносятся, у нас просто система бюджетирования есть, мы ее ведем в Google, ну, как бы, формате, в онлайн, да, в онлайн-режиме тоже она ведется, потому что до DAIS пока бюджетирование, ну, не допилено здесь до конца, поэтому… Активность по акциям, ну, по маркетингам, которые мы проводим, активность секторов доставки, вот, то есть, тоже можно посмотреть, у нас вся зона доставки разбита на сектора, соответственно, мы можем посмотреть, например, какие-то сектора качают, какие-то нет, ну, соответственно, мы увеличиваем туда активность маркетинговую, ну, там, оффлайновую, каталоги, там еще что-то, вот, повторных заказов, то есть, ну, для нас это тоже важная метрика, анализ повторных заказов, ну, потому что мы понимаем, гости довольны нашим сервисом, продуктом или нет, да, то есть, вот, бонусная программа, то есть, соответственно, Dodo у нас есть, у нас есть наша бонусная программа для гостей – Dodo рубли, соответственно, с каждого заказа накапливается Dodo рубли у людей, ну, и они могут уже этим Dodo рублями, рассчитываться с курса, 1 Dodo рубля равен 1 рублю, как бы. А, то есть, бракованные продукты, браковка продуктов – это тут у вас же происходит, или вам уже все тестировано? Нет, 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 браковка – это имеется в виду, что продукт приготовлен не по стандарту, его брак, он ушел, да, соответственно. А, да, вот это сырье, которое там нарезка помидора, и не знаю, что вы тоже используете? Да, да, то есть, тоже и осуществляются замеры, то есть, у нас с каждой продажей автоматически со склада списывается определенное количество ингредиентов, ну, исходя из наших комплектов, да, продуктов. То есть, например, там, одна пицца содержит в себе, там, 300 грамм, например, там, сыра, да, и, значит, сколько-то томатов, там, и так далее, и это все списывается, и, соответственно, мы понимаем, сколько у нас food cost, так называемый, да, плюс прибавляем туда еще коробки и получаем некий unit cost, ну, некие затраты на то, чтобы приготовить пиццу и упаковать ее, вот, ну, и так далее, то есть, здесь все показатели, там, по выручке, да, по заработной плате, также сюда занесены заказы всех клиентов, мы можем посмотреть, ну, всю историю поднять, значит, по гостю, мы можем посмотреть, питание на смене, то есть, ну, то есть, абсолютно, как бы, все процессы максимально не сюда, то есть, сюда только не заведены, пока, наверное, ну, бюджетирование и, в принципе, все, ну, из таких наиболее важных, как бы, моментов, вот, то есть, рейтинг курьеров также составляется, соответственно, как обучающий портал разве был? Да, у нас вообще, на самом деле, у нас есть такая штука очень полезная, то есть, у всего персонала есть доступ к этой базе знаний, вот это наша база знаний, значит, Додо Пицца, здесь есть абсолютно все, вот, начиная от стандартов, ну, что у нас сотрудники, да, в первую очередь, то есть, это тоже в облаке все реализовано, и поехали, стандарты, вот то, что у нас на стенах, там висит пиццерия, то есть, все то же самое, но только более подробно даже с видеороликами, они, ну, то есть, висит здесь, соответственно, обучение происходит таким образом, далее, вообще, когда стажер приходит, он проходит стажировку, то есть, по всем станциям, есть определенная группа тестов, которые он должен, ну, как бы, решить, да, узнать информацию, получить и в конце сдать тесты. Сейчас мы систему обучения еще здесь, в Тюмени, именно по Тюменской сетке мы тоже обновляем, то есть, у нас как бы, будет уже инструктора, то есть, каждый стажер будет закреплен за инструкторами, то есть, сейчас пока стажер просто за опытным сотрудником закрепляется и все, то есть, система инструкторов будет уже, ну, более полно работать и будет система тестирования, ну, значит, более такая, скажем так, детализированная, то есть, по каждому продукту и система тестов также будет по каждому рейтингу. Вот теперь о рейтингах, да? Да, значит, у нас есть рейтинг продукта, есть рейтинг стандартов. Рейтинг продукта – это так называемый рейтинг оценки гостям, нас, ну, как бы, когда он получает у нас потребительский опыт, соответственно, что там оценивается, то есть, ну, вот, рейтинг продукта, да, 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 кофе, да, да, конечно. Да, давай, не надо это, в виде тысячи. Конечно. Костяк, а у вас средний срок, в жизни сотрудничества компании, ну, решаетесь? Ну, вот… Скорее всего, небольшой, или нет? Нет, у нас костяк, уже ребята работают с самого открытия, то есть, костяк. Давайте, берите кто-то. Вот, ну, где-то 6-12 месяцев точно. Ну, вот… Это где-то в период адаптации месяц, чтобы, ну, вот, она стала вот такая простая. Да, 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 то есть, ребята работают, но у нас вот именно, именно костяк, он работает, вот у нас уже и два года работают ребята, и так далее. Вот, значит, оценивается качество, сервис, частота. Я сейчас открою, так, ну, например, динамика рейтинга. Так звучит, да, потребительский опыт? Это не просто поездки? А, просто к нам же гости приходят не пиццу поесть, да, получить, ну, комплекс опыта. То есть, пицца может быть вкусной, но на кассе мы там ложанули, что называется, и все, и пицца невкусная сразу становится, поэтому этот комплекс. То есть, вот, значит, по каждой пиццерии ведется накопительный рейтинг, вот, с самого начала, вот. А вот это сейчас кусочек по всей стране получается? Так, меняется цифра каждый день, где-то, да, в районе 180, вот, соус. Так же, знаете, что подсчитывают, каждые 5 минут, то им прождаются, Каждые 10 минут до 5 открывается. То есть, вот это еженедельные рейтинги, да, выставляются, соответственно, ну, как бы, за каждые 12 недели рейтинг накапливается. То есть... Как в Тюмень, где у нас? Так, Тюмень. 1, Тюмень 2, да? Да. Тюмень, Тюмень, Тюмень. Counter-Fight можно. Может, примерно, за этим? Так, Таллин 1. 118, это Тюмень 1, да? А Тюмень 2? Нет, это не Таллин, Таллин. Counter-Fight можно найти. А вот, 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 нашли. Ну, то есть, мы в зеленой зоне, то есть, рейтинг считается нормальным выше 85, ну, 85 и выше, это хороший рейтинг считается, вот, то есть, у нас, ну, в принципе, у нас рейтинг, то есть, Тюмень 1, 89, а рейтинг Тюмень 2, 91. Кстати, высокий рейтинг, если по рейтингу сортировку делать за последние 12 недель, да? Ну, да, мы, в принципе, в десятке, мы в десятке, да, находимся, стараемся рейтинг... Как это за это пожалеет? Нас не закрывают. Да нет, нет, я, нет, это, конечно, шутка. Ну, то есть, это, это, что называется, самый трэш, ну, если так, да, будет вопрос стоять. Нет, здесь, нам что это дает? Нам, это крутой инструмент, на самом деле, обратной связи, в первую очередь, нам, то есть, ну, инвесторам, да, управляющим, что некая независимая оценка постоянно работы пиццерии, потому что мы же не можем здесь 24 часа находиться, да, 7 дней в неделю, к сожалению, вот, поэтому это для нас, в первую очередь, звонки, то есть, абсолютно есть объективные критерии, вот давайте, например, сейчас разберем как раз. Это вот если серьезно, вот там, рейтинги красные, да, как быстро забираются все эти рейтинги? Нет, ну как? Нет, это, во-первых, ребята в франчайзе начинают работать с рейтингом, да, то есть, они понимают, что это не управляющая компания их там как-то, да, выявляет и там, чтобы наказать, то есть, здесь основной риск потери рынка, соответственно, начинают работать, значит, с рейтингом. Если в течение, там, шести месяцев рейтинг очень низок, то есть, управляющая компания, если рейтинг упал ниже восьмидесяти пяти и держится там, управляющая компания выписывает предписание, да, что, ребята, устраните нарушения по стандартам, значит, по рейтингу, иначе, ну, будет рассмотрен вопрос о прекращении договора коммерческой концессии, вот, соответственно, ребятам дается там, по-моему, шесть месяцев, мы просто не попадали в такие усы, я, ну, как бы, досконально я не знаю, там, слава богу, да, да, пока теоретически, да. Но какой риск, получается, вы просто выяснили, поменяете вашу технологию? Риски, нет, 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 нет. Нет, во-первых, софт, да, то есть, до доис, это, на самом деле, является одним из ключевых конкурентных преимуществ, ну, сети, потому что все процессы, то есть, у нас, почему, например, можем себе позволить гарантировать доставку за 60 минут или выдавать сертификат на большую пиццу, то есть, только потому, что у нас система, у нас все процессы заточены под это, вот, соответственно, если мы решим открыться там отдельно, ну, кто-то, да, решит, это скопировать очень тяжело, вот, значит, потом, какой момент еще немаловажный, это в сети дода пицца честна здесь, ну, в отличие от некоторых других там сетей, действительно даются лучшие ценовые условия. Низкие цены, да. Да, то есть, это в некоторых сетях франчайзинговых, я просто знаю там, как бы, ситуации, иногда там производители платят, управляешь компанией, там, ретро-бонусы, там, еще что-то, да, то есть, ну, какие-то там стимулирования идут, но они, как бы, до франчайзи не доходят, абсолютно. Вот, или там бывали, тоже я знаю случаи, когда франчайзер берет, например, ну, как бы, те же коробки для пиццы, да, и вкручивает в них, от поставщика еще сам вкручивает в них свою маржу, да, и продает им, значит, франчайзер. Дода пицца такого нет, все честно, прозрачно, и действительно, ребята в управляющей компании пытаются выбить лучшие условия для нас. Сколько примерно вот управляющих в центральном офисе, которого держишь? У нас сейчас уже два офиса центральных, то есть, один в Сыктывкаре, самый центральный, а менее центральный в Москве. Обычно на маржу. Да, значит, два офиса, ну, команда уже большая, я, честно говоря, не скажу точно, ну, я думаю, не, уже больше ста, да, больше ста. То есть, у нас там группа только аналитиков, ну, и вот программист, кто до доис занимается, там, она уже там составляет в районе 20, ну, только, да, кто занимается до доис. Да, то есть, у нас с выручкой мы платим на первый год 3,5 процента, дальше 4,5 процента. Ну, роялты мы платим. И паушальный, то есть, и паушальный взнос там 413 тысяч за одну точку, как бы. Ну, если берется город, и там нужно открыть, например, там город, рассчитывается одна точка, это 100 тысяч населения. Ну, соответственно, паушальный взнос оплачивается за все пиццерии города сразу. То есть, раньше это поэтапно было, да, сейчас сразу. То есть, в Кемене надо было сразу заплатить 2 млн. Ну, вот мы Минск, мы сейчас Минск взяли тоже город, то есть, сразу за Минск, получается, там, 5-400 вот мы заплатили. Паушальный взнос? Да. Ну, там 13 пиццерий. Он рассчитывает прошу. Да. Нет, нет. Кстати, если бы вы проанализировали, сколько паушальный взнос стоит у других франшиз заведений общественного питания, да, то есть, 413 тысяч – это копейки для такого сервиса, на самом деле. То есть, здесь идея Федора как раз в том, что, ребят, мы зарабатываем не на продаже франшизы, мы зарабатываем вместе с вами, да, через ваши обороты. У нас вообще паушальный взнос нет, у нас 4% и все. Сразу, да? Ну, да. Ну, да. У нас крупно общая, если правильно, как все живут прям. Вот. По поводу… Ну, получается, если ебеду к инвестиционным затратам соотнести… А? Вообще кредит. То где-то варьируется по сети от 25 до 50%. Вот. А это ебеда? Ну, чисто тут, здесь просто кто-то на свои открывается, кто-то кредит берет. Ну, поэтому тут… Смотрим, у нас 15. Понял. В итоге мы стали заниматься сами Ньюерпицей. Значит, там нет доставки. Поддержка была, конечно, абсолютно не такой. То есть, ну, если сравнивать именно как франчайзинговую, да, как бы историю… Как работает франчайзинг Дода и как работает франчайзинг там Ньюерпицей, ну, это две планеты просто. То есть, поддержка… Тут с Додо идет постоянная поддержка, да, значит. Ну, я уж не говорю про Додо ИС. Новые сезонные продукты вводятся, да, постоянно. Новые пиццы, значит. Постоянно пиар, да, идет поддержка Додо пиццы. А есть у вас какие-то общие информационные площадки вот между всеми ключиками? У нас есть, да. Мы используем для коммуникации ВКонтакте, вот, у нас есть свои там группы, то есть, есть группа, значит, Додо бизнеса называется, там, значит, управляющая компания находится… Вот он был у нас три, по-моему, четыре раза в Сыктывкаре. Следующий будет в Самаре, у наших самарских партнеров. Вот, ну, наверное, через год будет еще в Москве. То есть, там, вот у нас в Сыктывкаре, например, был съезд летом. Там, значит, Дмитрий Потапенко приезжал, ну, как спикер. То есть, там, так как уже у нас много людей, то есть, там 300-400 человек, как бы, ну, достаточно сбора. Вот, ну, это все происходит. В залах есть круглые столы тоже, тематические площадки, просто общие, да, некие, такая… Ребята с управляющей компанией рассказывают, ну, о трендах, там, на следующий год, то есть, что будем делать, как… И приглашенные спикеры, там, Суши Вок, там, еще что, приезжали. Я имею в виду сравнение с себе подобными городами, там, вот, где открыта информация, да? Вы можете видеть общий рейтинг и можете видеть самых близких к вам, да, еще, правильно? А… Ваш, Антон, еще есть рейтинг не МЦЛ, а не ГУБУ документы АОС, да? Там написано, что лучше МЦЛ, а сейчас там, ну, по выручке… А, ну… По выручке… Есть… Есть метрики, да, то есть, ну… Сейчас… То есть, есть метрики, ну, это, как бы, наши, да, показатели, за предыдущую неделю, ну, средняя выручка, лейбор постом и так далее, вот… Ну, тоже здесь некие данные сведены… А, так… Ну, есть вот по выручке, то есть, соответственно, здесь… Вот, все форматы, то есть, можно формат выбрать, вот… Можно отсортировать по возрасту, вот… Ну, например… Ну, так, на финансовой системе, это точно отчете на компании? То есть, получается, вот у нас… Свыше трех лет, ух-та… Общая выручка у них в день, там, больше двухсот тысяч, да? Ух-та… Ну, и так далее… На метры квадратные залы, то есть, тоже можно посмотреть, ну, как бы себе подобные… Вот… Ну… А, прошу, слушайте, а у нас еще вопрос в плане… Ну, карьерного развития сотрудников, то есть, как вообще, вот… Централизован процесс, если там хантинг между сетями, между там… А… Да-да-да, между городами… Ну, такой, прям, в жесткой форме он не прослеживается, да, я знаю, что бывало, что сотрудники переезжали, вот, но жесткого хантинга нет, как до кого… То есть, ну, стараемся учить на месте всех… Карьерный рост… Ну, то есть, у нас ребят, например… Ну, у нас вообще есть история, когда там… Павел Черевков, он уже… Теперь у нас известный на всю Россию… Он… Когда мы только здесь открывались, я организовывал презентацию «ДОДО» для сотрудников будущих, вот здесь, буквально вот в этом зале, вот на том телевизоре… Значит… И пришел Паша и говорит… Ну, мне интересно, я хочу… Я работал там… В ТНК, значит… Работал там… Еще где-то… Программистом… Вот мне интересно, ДОДО… Я… Давайте пиццу положу… То есть… И просто начал работать с курьером… Потом он перешел… Прошел всю стажировку на кухне, стал работать менеджером смены… А сейчас у него пиццерия в Тобольске… ДОДО… То есть, ну, он открыл пиццерию… То есть… Вот… Ну, это как… Тобольск идет, можно же посмотреть? Хорошо, Тобольск идет, то есть, у него нет зала… Он работает только на доставку… У него выручка в районе двух миллионов… Да, у него выручка в районе двух миллионов в месяц… То есть, ну, он как бы молодец… Просто круто… У него коэффициент на одного жителя очень… Да… То есть, он… Решенца же такая, как в Тюмени… Аплажите… Да… То есть, Тобольске такая, это даже не средняя секресса… Нет… Более того, кто в Тюмени сейчас решился с открытием… Нужно будет уже в основном миллионы повышать на платить… Даже не два, а там по четыре, да, получается? Ну, в Тюмени уже не открыть… То есть, это эксклюзивные права… Один город, да? Да, то есть… Один город, да? Да, да, да… То есть, один город – это, ну, эксклюзивные права даются там… Слушайте, ну, понятно… Вы прям совсем должны держаться за это, что называется… Ну… Да… По поводу рейтинга еще… То есть, вот… Сейчас себе открою… Это… Тюмень-2, например… Вот у нас была проверка, значит… Ну, на прошлой неделе… Мы получили 85 значений… То есть, основная… Да, из 100… Основные, как бы… Ну, нарушения были с нашей стороны… Курьер не дружелюбен… Ну, то есть… У нас тайным гостю показалось, что… Ну… Показалось… Но… Нет, это показалось субъективным, но мы ему верим… Ну, то есть, мы изначально говорим, что гость… Ну, как бы… Он… Ну, не обманывает… И, на самом деле, в 99% случаев это так… Ну, то есть… 99,9, наверное… Если, действительно, гость что-то там жалует… Действительно, где-то… Ну, в консерватории что-то не так у нас… Что называется… Вот… И… Курьер не поприветствовал клиента по имени… То есть, нам, ну, сразу 10 баллов там сняли… Потом, там, борт где-то широкий, да, еще что-то… Вот… То есть, соответственно, вот здесь по критериям просто… Можно пробежаться… Что-то у вас качество… Курьер не высокая, да? Ну, мы… Да, мы… То есть, у нас… На это есть акцент… То есть, вкусовые, да… По тесту целые метрики… Ну, и, соответственно, все это может сниматься… А… Вообще не напрягает… То есть… То есть… Нет, нет… Вообще не напрягает, на самом деле… Нет, нет… У нас… Нет, у нас… Нет, у нас… Ребята относятся к этому как к данности… То есть, ну, все уже привыкли… Все уже знают, ну, что… У нас это есть, да… Постоянные проверки… То есть… Более того, у нас есть одна проверка в неделю на доставку… Одна из проверков в зале… Вот… Соответственно… Ну, на доставку она уехала… Непонятно, тайный это гость или не тайный… Вот… Соответственно, есть вот эти все критерии… По этим критериям… Ну, качество самого продукта… И качество сервиса… Происходит оценка… То есть… Тайный покупатель собрал по алгоритму информацию… Дальше ее нужно… Ну, он ее просто фотографирует… И отправляет в наше подразделение… Дода контролинг… Которое в управляющей компании находится… Дода контролинг… Там сидят уже специалисты… Именно… Которые хорошо знают стандарты… Вот… И они оценивают… Там… По фотографии… Я сейчас тоже по фотографии могу оценить пиццу сразу… Да? Тесто… Да… Там есть определенные критерии… То есть сразу понятно… По стандарту это пицца или нет… Вот… Маркетинг… Нет… Есть поддержка маркетинга определенная… Но она включается… Там макеты… Да… Определенные делаются… То есть… В онлайн… На сетях… У нас… Так как каждый город это своя группа ВКонтакте… Соответственно… Можно даже просто делать репосты… Да… Ну… Какие… Если интересные посты какие-то… А так как у нас уже пиццерии там… Ну… А… А… А так да… В целом… Людей находите… Людей тоже на сайте у нас… Соответственно… Можно заполнить анкету… Анкеты тоже формируются… То есть… Ну… Здесь менеджер офиса можно посмотреть… Да… Нет… Нет… На местах полностью занимаемся мы… То есть… Вот анкеты… Сейчас она загрузится… То есть… Анкеты… Вот приходят анкеты… Вот… Ну… На Тюмень-1 приходили… Например… Тюмень-2… Вот… То есть… Ну… Здесь полностью… Ну… Как бы… Вся тоже по ним метрика ведется… То есть… Например… Ну… Да… Чтобы связаться… Да… Если там что-то не нравится… То есть… Мы пишем… Что отказано… Кто-то другой… Если будет заходить… И он видит… Что уже отказано… Например… По сотруднику… Уже его не будут… Ну… Что у нас бывает… Ну… Как бы… Дублида… Вот… На местах… Да… С персоналом работаем на местах… То есть УК здесь… Ну… Это не их… Нет… Ну… Ротация есть… Конечно… Это не определенная.. Но костяк… Да… Костяк действительно… Постоянный… То есть… Ребята… Ну… У нас… У нас… Чистые ситуации… Когда ребята приходят… Ну… Это их первый, например опыт работы не студенты… У нас поработали… Потом раз – ушли… Через определенное время… Возвращаются, cautta обратно… Он говорит… Там поработали здесь, 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 но… Тоже вообще… Пить… Гарит… Трэш… Мы хотим к вам обратно, например… Тут, чаевых, чаевых не принято? там получается оплата у нас почасовая то есть ну соответственно если это пиццемейкер аттестованы уже да ну как бы это линейно да есть градирование стажер кандидат пиццемейкер получается где-то 103 рубля в час это без то есть но если еще есть ночные часы но после 10 часов плюс 20 процентов ставки прибавляется выходные нет ну потому что по смену смены и почасовая поэтому да ну да ну у нас в принципе 18 20 вот аттестованы что если ночные часы еще добавляют нет переработок осу у нас например больше 8 9 часов у нас в день нельзя работать то есть мы отказ как бы это вообще по всей сети такая практика используется 12-14 часов но это трэш это очень тяжело то есть люди выгорают но даже если потом два через два все равно то есть невозможно полноценно работать такое конечно время на ногах же все учат то есть это в управляющей компании есть курсы но свои там есть вообще в управляющей компании есть свой учебный центр которые учат есть там разные программы например только заключили договор коммерческой концессии то есть потенциально франчайзе он еще не в теме да но если это новый партнер вот соответственно если для них что их обучает то есть тому как минимума чтобы им открыть пиццерию запустить ее вот дальше есть обучение менеджеров то есть мы периодически менеджеров тоже отправляем туда на обучение но у нас здесь цель в первую очередь такая чтобы они дух вот этот додовский дух переняли да то есть есть то есть линейных туда не отправляем линейных учим на месте вот но и менеджеров тоже учим на месте но вот с целях мотивации отправляем и есть программа повышения но как бы эффективности там на определенных акцентах да ребята там тренинги организуют это все бесплатно для партнеров то есть только командировочный расход это не обязательно это пожелание да пожелание а водный курс директора тоже пожелает стартовый стартовый но я сейчас я не году я еще не никого не знаю кто бы отказался я не знаю зашито это тогда я не помню про зашито это договорками конфессии или нет но по глупо отказываться минска минск красивый хороший город большой хороший рынок оставшийся из многих хороший рынок только развивается сейчас рынок там да там только разве там насколько я понимаю там 2011 году только отменили регулирование на цены цены регулируемое ценообразование в заведениях общественного питания кстати облицовском бизнесе там за регулированность официально до четкий приз курант за что так круто можно мне стейк за по гос цене не там старается не развивается то есть у нас есть федеральный контракт у нас есть федеральный поставщик компания уренхольд сейчас компания она кстати поставляла на олимпийские игры централизованным поставщиком было да и соответственно машины приезжают под нас 90 процентов ассортимента по ингредиентам они привозят ну понятно что овощи мы здесь закупаем здесь тоже целую историю мы выбирали там поставщика вот вроде нашли нормально потому что в сша там у нас в сша же тоже там дода есть да сейчас это в таком режиме начинает развиваться но там конечно поставщиков но рынок настолько развит что очень сразу калиброванные томаты привозят там ключ отдали поставщику поставщик ночью сам привез все разгрузил в пиццерию все разложил все утром ребята приходят уже начинают работать с этим то есть ну сервис уже настолько там у них куда повыше затраты конечно вот это вот это точно идти но и чек и естественно ну то есть она то есть она она в относительных показателях она пример модель примерно тоже вот если так вот объективно понятно что вот это хороший результат это у вас здесь тюмени можете там факторы успеха расписать в процентах маркетинг там идти персонал продукт закуп стоимость там на ваш взгляд не знаю команда сто процентов вот изначально да ну а от нее уже идет хороший маркетинг продукт то есть все-таки это команда все-таки команда в первую очередь ну и к команду вука естественно то есть но изначально как бы и некая изначально ментальная модель вот федора как он видит там развитие соответственно вокруг ну это же как бы известно да что вокруг лидеры и концентрируются и люди с такими же убеждениями соответственно ну да что туда даже приезжаешь когда вука там ну как то все-таки при один крут просто атмосфера сама по себе атмосфера такая и доброжелательная и там нет вот этих там вертикалей до каких-то там жестких то есть можно было нам другому подойти там тебя улыбнуться ответят без проблем или там у нас сейчас тоже у к нашумевшие как бы история что рука перешли на переписку на английском языке я уже попробовал да действительно все от ведь если на английском написал на английском ответят все то есть интересно с этого активности учатся очень активно мы уже тоже сейчас снимаем начинаем свечения на английском круто на первом этапе конечно будут сложности но зато да поэтому да еще у кого есть какие вопросы у меня вопрос не много вопросов да я хочу отдельно записаться на встречу можно да без проблем так ну тогда я думаю мы закончим да большое спасибо ребят вам спасибо мы учим в работе по рейтингам там еще насколько понимаю есть до вопрос значит насколько нас рейтинги да как-то ну да напрягает абсолютно не напрягает то есть наоборот мы у нас же уже есть рейтинг стандарта когда приходит фотограф и фотографируют ну как мы сейчас проходили только фотограф очень тщательно маркировку инвентарь и чистоту все 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 каждую неделю это тоже происходит вот значит и также отправляется туда контролем к и соответственно это все смотрится выносится результат то есть ну например там неправильно маркировка да еще что-то или там про камерам да по ум есть но мы им по ум открывали вот если они просят мы открываем мы без проблем пол мы открывали открывали там был вопрос по тесту как мы более эффективно то есть по всей сети у нас подразделение кто тестом занимается не попросили открыть доступ в том числе там где тесто у нас готовится и они наблюдали по всей сети анализирую процесс приготовления теста ну и потом обновили процедуру приготовления исходя из этого поэтому да мы здесь вообще принцип открытости то есть мы открыто для гостей любой может зайти на кухню но имеется записавшись на экскурсию то есть мы любом можем также экскурсию провести вот то есть но как бы полная открытость по показатели по выручке они публикуются везде ну то есть все открыто понятно да все открыто прозрачно поэтому да да ну там на самом деле задача много они их структурируют но по значимости как бы там ранжирует но и постепенно до допиливается 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 раз в неделю релиз то есть у нас релиз нет 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 они они просто ставят если они считают что пожелание адекватные да они ставят его просто в ранжир задач вот и ну да и евро это все отрабатывается процесс все спасибо спасибо спасибо